День Победы в Мордовии пройдет без митингов, без многолюдного парада и личного поздравления ветеранов. Всему виной коронавирус. Шествия Бессмертный полк 9 мая тоже не будет. Однако рассказать о своих родных, воинах Великой Отечественной войны, можно в онлайн-формате. Для участия в акции необходимо будет заполнить форму с информацией и добавить фото родственника и ветерана. На сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или на одной из партнерских площадок сайтов проекта Банк Памяти, либо в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. Создаться единая информационная база, на которой автоматически будет формироваться видеоряд из фотографий участников войны и его родственника. Это расстояние шествия, запланированное на медиаэкранах по всей России. Показать лица своих родных, защищавших родину, можно по-разному. Еще один вариант – выставить их фотографии в окна. Я, допустим, фотографию своего отца, своих родных, которые были участниками войны с утра 9 мая, а может быть даже раньше, и 8 мая, 7 мая. И они уже будут прикреплены на окне квартиры и с улицы, чтобы было их видно. И таким образом, если мы все так сделаем, вот они будут смотреть друг на друга и будут смотреть на нас. Поисковики Мордовии выступили с инициативой провести флешмоб «Георгиевская ленточка». Если ребята не могут передать двухцветную ленту друг другу лично, то за них все сделает видеомонтаж. Идею подхватили и районные поисковые отряды. И еще одна ежегодная акция не должна быть забыта. Ежегодно мы проводим акцию «Свечу памятью», где вспоминаем погибших участников войны, тех, кто не вернулся. Обычно это на площади Победы бывает. Мы приходим в 8 или 9 вечера, зажигаем свечки и стоим. В этом году такого формата не будет, но каждый может дома, не обязательно в какое-то определенное время, когда удобно. Собралась семья, собрались все. И здесь можно и свечку зажечь, можно просто встать и помолчать, повспоминать родных и близких. Узнать о местах воинской славы и основных битвах можно также из дома. На сайте Музея военного и трудового подвига. Видеоэкскурсии с документами, подлинными кадрами сражений и подробный рассказ о войне смогут перенести в те самые сороковые. Напомним, оставить свой след в истории может каждый. Мы с нашим музеем мемориальным и поисковым движением организовали на сайте Патриоты Мордовии. Можем на экране показать. Есть специальный раздел «Бессмертный полк Мордовии». И сюда идет сбор материалов, сбор информации обо всех участниках войны. Онлайн-формат мероприятий вовсе не значит, что парада победы и шествия в классическом виде в этом году не будет. Эти важные мероприятия пройдут, когда отступит угроза коронавируса. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин. Народные новости.